Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу, и я его ведущий, Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России, и главный враг российского общества и угроза стабильности развития, низкие доходы миллионов граждан, заявил Путин, выступая перед депутатами Госдумы нового созыва. Президент поручил в течение месяца представить новые предложения по поддержке граждан. Враг на пороге, и поэтому давайте вдарим по нему очередным повышением тарифов ЖКХ, ценно-продукты и бензин. Все-таки главный враг государства тут не до полумер, знаете ли. Я, конечно, не эксперт, но, может быть, все же главными врагами являются те, кто допустил низкие доходы. А то звучит примерно так. Главврач заявил, что главным врагом больницы являются больные, а не болезнь. Мужик пнул ногой человека и заявил, что главный наш враг – это след от ботинка на задницу человека. Ну, врага не определили. А что дальше? Что-что? Сдаваться будем, как обычно. В общем, господин темнейший, можете уже притормозить, выборы и кончились. Уже не обязательно такие лозунги в массы отправлять. Поберегите свои призывы до 2024 года. Их у вас не так уж и много, чтобы разбрасываться ими. Вот. В Минэкономразвитии ожидает рост цен. Ведомцы предупредили о подорожании ряда товаров. К концу 2021 года наиболее заметно вырастут цены на непродовольственные товары. Инфляция в этом секторе достигнет чуть более 7%. Этот показатель станет рекордом с 2015 года. В этот ряд товаров включили бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. Наконец-то! А то деньги девать некуда, ожидают они. Походу, с нетерпением ожидают. Простите, а до этого что было весь год? Забавно, не правда ли? Все давно уже подорожало в полтора-два раза, а эти клоуны продолжают писать про инфляцию чуть более 7%. Министерство пора переименовывать в Министерство экономического упадка. Одежду не на что купить, а у них ткани подорожают. Ну, не беда, вон сколько баннеров ядросни после выборов развешано по стране. Бери и обматывайся, чего добру пропадать. Вы понимаете, что достаточное подорожание всего лишь одного непродовольственного товара, бензина, чтобы подорожали и продовольственные товары? Господин Темнейший, как-то странно, вы боретесь с главным врагом. Кажись, ваши генералы перешли на сторону врага. Опять. Дальше. Эксперимент по продаже алкоголя через Почту России начнется в марте 2022 года, сообщили в Минфин. Дистанционно можно будет купить вино, в том числе крепленные и игристые вина, произведенные из выращенного в России винограда. За что только не берутся, лишь бы не заниматься почтой. Сразу предупреждаю, абсолютно идиотская мысль, конечно. Но мне кажется, что почта должна конкурировать с крупнейшими транспортными компаниями, а не с красной и белой или ларьками. Понимаю, звучит как-то бредово, но все же. Ну, как ни странно, плюсы есть на самом деле. Наконец-то россияне начнут пить вино, хорошо выдержанно по срокам. Да и цена шмурдяка вырастет в разы, пока доедет. Купил за рубь, а получил элитное вино за тысячу баксов. Надеюсь, продукт будет в бутылках? Нет, в почтальоне. Хотя... Да, что только не хотят впихнуть в эту почту. Аптеки, пивные бары, ларьки. Ларьки уже есть с продуктами. Во время зомби-апокалипсиса эти отделения будут самыми востребованными местами. Дальше. Мурашка предложил пожилым медикам, пенсионерам вернуться на свои рабочие места. Часть медработников старших возрастов перед началом ковид ушли на пенсию. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места, заявил он. По словам министра, это связана высочайшая нагрузка на медицинскую систему. А на каких условиях им предложено работать, он не уточнил. Видать, дела совсем хреновые. Полный швах. Спасайте, кто может. Ну, за оптимизацию. Дореформировались. А как же фразы типа «Никто не держит, там очередь за забором». Незаменимых нет. Что, кончилась очередь за забором. Скоро по кладбищам ходить будут, чтобы ушедшие в рай врачи вернулись с фразой «Я призываю вас исполнить клятву». А те им в ответ «Отпусти нас!» Вот выдать голиковой, мурашкой и скворцовой халаты и пущая в красную зону. С санитарами пахать. Хороя пропёрдывать министерские кресла. В такое тяжёлое для страны время-то, а? Не, а вы поняли, да? Пенсионеров, врачей в красные зоны. Решили и стариков заодно оптимизировать. Вышел с пенсии, чтобы поработать за гроши, лишиться индексации, как работающий пенсионер, и окочуриться в ковиднике. А что, звучит обнадёживающе. Надо же, он всё же умеет улыбаться. Правда, от его улыбки ещё криповее становится. Не предлагать надо, а умолять, стоя на коленях. Нагадили в душе оптимизации, вынудили уйти под разными предлогами, а теперь, когда в пятой точке припекло, возвращайтесь, мы всё простим. Медиков, оказывается, мало, а вот чинуш по стране хоть задницей жуй. Кстати, отправьте разгвардейцев. Всё равно им ничего делать между митингами. Много раз говорил эту фразу, ну а чё, всегда в тему. Дальше. Медведев написал статью об Украине. Если коротко, то, по его мнению, Украина воссал Запада, переговоры с ней бессмысленны, а украинские руководители нынешней генерации люди абсолютно несамостоятельные и необязательные. Зеленского назвал служителем нацков, заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, сказал, что единственный путь для Москвы дождаться смены руководства, она вменяемая. Также в статье Медведев считает, что во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, причем желательно на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. В стране цены на продукты пробивают очередное дно, доходы падают с каждым днем, а этот на пару с царем целые статьи пишут о Шумерии. Бороться с соседним племенем куда веселее, чем с ценами на морковь, яйца и так далее. Ей-богу, как Дранкель-Жранкель против Зусулов. Не, в целом статья очень интересная. Со многим могу согласиться, особенно про нациков и с тем, что нет смысла говорить напрямую с Украины. При всем моем неуважении к Димону, но это так. Говорить нужно только с их хозяевами. Таковы реалии. Но простите, что значит набить карманы? То ли дело Россия. Слава богу, одни порядочные руководители достались, которые, в отличие от Шумеров, уже давно набили свои карманы. Про несамостоятельность и вменяемость тоже мощно задвинул, конечно. Ну а что нет-то? Чувак знает, о чем говорит не понаслышке. Имеется, так сказать, богатый опыт несамостоятельности и невменяемости. Про сменяемость власти я уже вообще молчу. Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной. Сказал бессмысленный чиновник на огромной зарплате, который милицию в полицию переименовал, который летнее зимнее время туда-сюда делал. Димон решил свой рейтинг поднять, разложив на кучу страниц известный лаконичный тезис Лаврова. Боюсь, не поможет. Не, серьезно. А вы сами на какой случай набиваете карманы, а? В общем, повторюсь, со многим согласен. Но по большей части, как про себя написал, это вообще все равно, что плевок против ветра. Дальше. В Томске сразу пять экипажей ДПС преследовали тракториста. Но задержать его удалось уже на выезде из города, после того, как он врезался в березку. По предварительным данным, тракторист был пьян. Гонщик успешно уходил в погоню целых 10 минут. Его остановили в лесном массиве и задержали. Минуточку. Синий трактор, синий тракторист. Иронично. Начало истории, наверное, пример вот такое. Трактористы, господа полицейские, не подскажете, сколько спартанцев было в фильме. Пять экипажей ДПС, все дружно сказали 300. А так, похоже, слитые съемки нового фильма «Форсаж 10». Доминик Тракторетте. Сельские пьяные погони. Да. Ну, то есть, задержала его все же березка, а не ДПС, правда? Выехал бы он на поле, хрем бы догнали. Просто не получилось, не фартануло. Никогда не понимал, зачем убегать? Все равно ведь найдут. Не оторвался бы. Видимо, сработал принцип «сгорел сарай, гори и хата». Не оторвался бы, согласен. Зато оторвался по полной. На самом деле, это все смешно ровно до того момента, пока этот синий тракторист не въедет в толпу. Хорошо, что обошлось. Пусть теперь отвечает по полной. Путин назначил бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонскую послом России в Кабо-Верде, государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого мыса. Поклонская прокомментировала свое назначение. «Я очень рад назначению. Я благодарю президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Это океан работы», заявила Поклонская. «А почему в Тунис? Ну а куда же его?» Это океан работы. Я бы даже сказал, Атлантический океан. Да, послали так послали. В Кабо куда, только с глаз долой. «Но ведь у нее нет дипломатического образования». Думаю, что в Кабо-Верде никакого дипломатического образования и не нужно. Один раз подпишет договор о нераспространении оружия в космосе, как с остальными африканскими странами, и на курорт. Будет теперь туземцам рассказывать истории о правлении Романовых и о святости царя. Но там же одни католики до протестанты. Ничего, займется миссионерской деятельностью. Да и насколько мне известно, в Африке католики и протестанты очень своеобразные. Думаю, что трындеж про мироточение Бюста Николая II им очень даже зайдет. Будет новый карго-культ. Да, не простили няше громкого «нет» о пенсионной реформе. Она выглядела на фоне ядросней чересчур порядочным человеком. Как-то так. Дальше. Повышение пенсионного возраста в России оправданно так. О реформе высказался Жириновский. Если вы работаете дольше, то ваша пенсия будет больше. Если вы сейчас уходите на пенсию, она будет 15 тысяч. А если вы продолжаете работать, то каждый год на тысячу рублей будет увеличиваться. Объяснил он. Если вы работаете дольше, то ваша пенсия будет больше. Если вы сейчас уходите на пенсию, она будет 15 тысяч. А если вы продолжаете работать, то каждый год на тысячу рублей будет увеличиваться. Работайте еще 10 лет и 10 тысяч плюс к вашей пенсии. Не 15, а 25. А почему 15? Он вообще-то заработал эти деньги давно. Он вообще-то вкалывал лет 50, наверное. А вы ему 15 тысяч после этого еще шантажируете, что, дескать, поработай еще 5 лет, мы тебе еще 5 накинем. Ну, Львович, и люди заработали эти деньги уже. Вот он заработал. Если он продолжает работать, то каждый год к его заработанной пенсии будут идти тысячи. Он, может быть, будет получать 40, 50, 60, 80 тысяч и так далее. Я и говорю, надо найти стимулы. Не просто людей отправлять на пенсию. Пожалуйста, уходи в 60 на пенсию. А если уйдешь в 65, твоя пенсия будет больше на 30%. А если работать до 100 лет, а потом на пенсию, то пенсия будет 50 тысяч. А если проработать до 500 лет, то пенсия будет как у Жириновского. Отличный план. Никакого шанса на успех. Так чего же мы ждем? Почему он это гениальное решение не озвучил перед выборами? Чего тянул? Сколько голосов потерял из-за неуверенности? Жирик, по себе-то остальных не мерей. В отличие от тебя, люди работали и работают на заводах и шахтах. Говорит, поработайте до 70 и получите 25 тысяч. И то, скорее всего, один раз. И то, если доживете. Я, знаете, точно так же когда-то рассуждал. Но только когда мне было лет 10. Во дворе пацанам втирал. Вот если буду откладывать по 200 рублей в месяц, то через год у меня будет 2400 рублей. А через 100 лет 240 тысяч рублей. А через тысячу лет сексильонные и сексильярные. Потом куплю себе велосипед и все вы будете мне завидовать. То же самое, примерно, Жирик. Только в летах. Дальше. Жительница города Азова рассказала местному ТВ, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже 10 дней остается без воды, а местным чиновникам пофиг. Получилось не очень разборчиво, но эмоционально. На проблему сразу же обратили внимание СМИ и соцсети. В итоге чинуши пообещали, что починят водопровод и даже организовали для жителей пострадавшего микрорайона доставку воды. Женщину качество привезенной воды не устроило. Вода коричневая, ее невозможно пить. В местной прокуратуре уже начали проверку. Она как будто прочитала, что написал врач в рецепте. Нужен переводчик, срочно зовите Пескова. Так что она сказала-то? Что-то на языке политиков. Когда чиновник объясняет, куда делся бюджет. Власть объясняет рост цен на стройматериалы и продукты. Памфилова объясняет результаты выборов. Надеюсь, прокуратуре проверяют причину отсутствия воды, а не то, что она сказала. Я, человек, который смог произнести имя Гурбан Гулыберды Мухамедов, смогу перевести то, что она сказала. Говорит, перед выборами обещали сделать, а как выборы прошли, все забыли про проблемы. А чиновники в ответ примерно так. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Ставшая мемом интервью ростовчанки вскрыла проблему целого острова. Тут главное людей заинтересовать проблемой. И кто скажет, что у нее не получилось? Не вижу ничего странного. Вот как власти работают, так она и объяснила. На самом деле она просто переволновалась перед камерой. Посмотрите другие интервью с ней. Очень понятно все объясняет. Это сначала было смешно, а после серии интервью совсем не смешно становится. Вот. Дальше. В якосском селе Чкалов провели эксперименты. Сбросили самолета Ан-2 на парашютах 900 килограммов. Картошки об этом пишет РИА Новости. Власти решили доставлять продукты таким способом, так как в селе нетове площадки для приземления самолета с грузом. Ранее для этого использовался вертолет, но он обходится дороже. Также сбросили яйца, яблоки и остальные продукты. Белорусские бомбардировщики, нет? Сначала подумал, что Белоруссия объявила войну. Оказалось все проще. Облачно возможны кратковременные осадки в виде картофелей. Если парашют не раскроется и мешок картохи спикирует на оленя, то будет пюрешечка с котлеткой. Честно говоря, проходная новость. Я бы даже не стал делать сюжет. Просто заметил недовольство в сети и решил выяснить, что к чему. Люди там всю жизнь живут. И им, как ни странно, этот образ жизни нравится. Я бы, конечно, так не смог. Нет. Но если они так хотят, то в чем проблема? Там вечная мерзлота. Дороги хрен построишь. Вы посмотрите на карте, где это вообще находится. Если без шуток, нормальный способ доставки овощей. Если парашют, конечно, нормальный. Им всегда продукты авиации доставляли. Там других вариантов немного. Прочитал недовольный коммент в сети. 21 века иду доставляют на кукурузнике. А на чем еще доставлять? На космических кораблях Союз? Ну, под стать 21 веку. Да. Или лучше бы вместо яиц кур сбросили на парашютах, чтобы самим разводить. Серьезно? Но, предположим, если выживут, а жрать эти куры что будут? Предлагаю еще с самолета зерна рассыпать. Пусть клюют. Видишь, если выживут через пару миллионов лет, эволюционируют и курицы, и обзаведутся мехом, как мамонты. Вот. Дальше. Друзья, послать неадекватного чинушу в перуанскую деревню за его первые выходки – это одно из любимых занятий Мауншоу. Но в свободное от работы время мы любим посылать не только чинуш, но и, например, подарки друзьям и родным на день рождения, на Новый год и так далее. И если для посыла чиновника в известную деревню существует Мауншоу, то для всего остального существует курьерская компания «Эсдек». Так что только тебе решать, кого и что послать. Друзья, представляем вам услугу «Посылочка» от «Эсдек». Коробки имеют размер XS, SM и L. Выбирайте любую. Вот сколько в нее помещается, столько и можно отправить. И главное – цена не изменится от веса. В цену коробки включена цена доставки в нужный вам город. Она фиксированная, и ее можно посмотреть на сайте. Процедура оформления очень простая, быстрая и без очереди. «Эсдек» – уже 20 лет на рынке. Крупная компания, которой доверяешь. Сам пухлый диктатор часто пользуется услугами этой компании. Цена на услуги доступная. Например, цена за коробку размера «Эс» от Москвы до Санкт-Петербурга – 300 рублей. В остальных случаях Москва-Новосибирск – 350 рублей. Владивосток-Москва – 450 рублей. Владивосток-Иркутск – 300 рублей. А дополнительно появилась возможность отправлять посылочку внутри города по супер доступной цене. Всего от 200 рублей. И посылочку доставят вам в течение 1-2 дней. Просто поставьте отметку «Внутри города» и увидите все тарифы. Так что, друг мой, посылай. Не надо стесняться. Только тебе решать, кого и что посылать. Свобода – это возможность послать. Услуга «Посылочка» от «Эсдек». Еще больше подробностей о услуге по ссылке в описании. Переходите и начинайте посылать вместе с «Эсдек». Ну, а мы продолжаем дальше. Так что, хватит на сегодня домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугровость. Чужая странность. Поехали. 95-летняя Елизавета Вторая по совету врачей решила полностью отказаться от алкоголя ради здоровья. И это не связано с каким-то заболеванием. Просто королева хочет встретить 70-летие своего пребывания на троне в наилучшей форме. Передает The Daily Telegraph. Такс, Елизавету вычеркиваем. Королева после того, как ей запретили пить алкоголь. Да, завязку ушла, мать. Не рановато. Это просто хорошее бухло уже не делают. А запасы тысячелетней давности закончились. Зато, говорят, после этой новости Чарльз забухал, ибо теперь совсем никаких шансов на престол. Может, замуж собралась? За кого? О, Макрон и Галкин заняты. Зато Шаляпин свободен. А это мысля? Правда, ее нужно будет предупредить, что это не тот Шаляпин. Да, жизнь нужно прожить так, чтобы в 95 лет задуматься над тем, что пора бы бросить пить ради здоровья. А лет через 30 бабка еще и бросит курить. Вот. Дальше. В Испании позавидовали россиянами за цен на ЖКХ журналист испанской газеты «Эль Периодико» Марк Марихенадес заявил о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и в Испании. Об этом сообщает РИА Новости. «Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в 2 раза дешевле», написал Марихенадес. Говорит, цены на энергоносители в стране немного ниже, чем в Западной Европе. Журналист считает россиян с такими ценами на ЖКХ счастливыми. Вот прям вот греет мысль, что какой-то там испанец мне завидует. А российским зарплатам он позавидовать не хочет. И вот эту бредятину понесли все федеральные СМИ. Ай, неспроста такие испанцы повылазили. Видимо, пора готовиться к повышению тарифов. Ну, судя по тому, что в комментах всех СМИ под этой новостью даже тролли не отписались, наверное, тоже охредели. В общем, пропагандистская статья не удалась. В ЖКХ счастье никто не уверовал. Да и сеньоров и сеньорит что-то не видно на границе. Прущимся за счастьем, бедолаг. А так, я, может, ошибаюсь? Так что прошу подписчиков написать в комментах, как они счастливы. Друзья, не сдерживайте эмоции, расскажите подробно. Давайте дальше. Датский художник украл деньги у музея и сбежал, назвав свой поступок произведением искусства. По словам представителя музея, художник Йенс Ханнинг попросил 84 тысячи долларов для своей новой экспозиции. Задумка была в том, что произведение состояло из двух стеклянных рам, под которым находились купюры. И сравнение отображало годовые доходы среднестатистического австрийца и датчанина. Взяв деньги, Ханнинг отправил в музей посылку с двумя пустыми рамами, которые были подписаны названием «Бери деньги и беги». А галерея ждет возврата денег, но художник и не думает этого делать. Кто-нибудь, дайте адрес этого музея. У меня для них есть проект на миллион баксов. Да, не везет Европе с художниками. То большую кучу наваляют, то еще чего. Ну, в большой глине хоть какая-то трата творческих сил. Да ну тебя. Там у них один в 50 консервных банок наложил и распродал свое дерьмо за большое бабло. Вот это трата творческих сил. А эти лентяи какие-то. А так, предлагают датской полиции посадить художника на 10 лет и сказать, что это тоже перформанс. А если он начнет возмущаться, то ответит, что он нихрена не понимает в современном искусстве. А так, я смотрю, у нас среди чиновников оказывается много художников. Вся страна под управлением художников оказывается. Дальше. В Казахстане спасатели загримировались в зомби, чтобы рассказать об опасности угарного газа. Инициаторы акции посчитали, что внешний вид зомби наглядно демонстрирует состояние людей после отравления угарным газом при неправильной эксплуатации печей. Ну, я так себе примерно и представлял отравление угарным газом. В таком виде разве что в школы ходить и рассказывать о вреде штормиловки и алкоголизме. Больше 1 января напоминает, не правда ли? Не знаю, как дымоход и печь, но канализация у некоторых, возможно, забилась после таких визитов. А если ночью, так вообще пердец. Их обязательно нужно познакомить с тульскими коллегами. Точнее, с тульским пряником. Так сказать, обмен опытом в использовании веселящего газа. Казахские МЧСники настолько суровые, что у них даже зомби под гонвоем ходят. В общем, если ваш инструктаж по ТБ не похож на это, то даже не зовите меня. Дальше. В Британии ученые начали стрелять искусственной молнией по коровьим навозу BBC. Ученые стреляют по навозу плазменным лучом, чтобы сделать его безопасным для природы. А в коровьих испражнениях очень много аммиака, метана, которые вредят атмосфере. Плазменный луч почти полностью уничтожает коровьи лепешки. Что-то меня начало пугать страсть ученых к коровьим кокулям в последнее время. Застрелить коровьи говнище из плазмы. Этот перебор даже для британских ученых. Инопланетяне такие. Ты не поверишь, но эти люди придумали плазменное оружие. Ого, и что они с ним делают? Стреляют по коровьим лепешкам. А так, знаете, я и сам своего рода британский ученый. Дело в том, что в детстве в селе мы с ребятней часто засовывали петарды в коровий навоз. И знаете, уничтожение обходилось гораздо дешевле. И как теперь эта профессия будет называться? Очевидно же, дерьмовый стрелок. Теперь это звучит даже не обидно. Дальше. «Незалежная должна иметь сценарий возвращения Крыма военной силы из использования всех современных форм вооружения», заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Одни сценаристы, причем комедийные. Скоро их число сравняется с количеством адмиралов без кораблей. Обычно чиновники с приставкой «экс» после отставки начинают говорить вменяемые вещи. Но, как показывает практика, это правило на шумерию не распространяется. Как такое можно заявлять на полном серьезе? Военным путем у сусидов пока получается разве что только терять территории. Да и в нынешней ситуации, когда вот-вот на полную силу заработает «Северный поток-2», шумерам остается только требовать от России признать всю Украину Крымом. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбук, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящейся выпусках, ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok